Всем привет, с вами Аранжмен, и это обзор на игру Storm Revolution. Собственно, это уже пятая часть, да, пятая часть, если не ошибаюсь. Я играл, в принципе, во все части, вот, и сейчас так кратенько скажу, в чем там ее плюсы и в чем минусы по отношению к другим частям и так далее. Вот, ну, наверное, главный плюс, то, что меня порадовало, это то, что, ну, естественно, новую игру мы покупаем обычно ради, там, новых персонажей, и, там, допустим, полученного крутого Мадара и так далее. Вот, здесь же, помимо новых персонажей, мне понравилось, что разработчики не забыли о старых персонажей, и, собственно, их улучшили, там, какие-то комбо новые сделали, там, мини-ударчики и так далее. То есть, вот это мне очень нравится, то, что, а то, получается, как бы, вводятся новые персонажи, и, в принципе, ну, как правило, они становятся сильнее, чем старые, у них там какие-то более такие стратегические действия можно делать в бою. Вот, но мне как раз вот это действительно очень большой плюс, что разработчики берут и некоторых там подтягивают, да, естественно, баланс не идеален в игре, вот, но то, что многие оплошности, они убирают у старых персов и так далее, это безумно радует. Также в этой части, ну, более-менее адекватные были костюмы, потому что в прошлой части дополнительные костюмы, это просто какой-то бред, действительно. Вот, в этой части есть интересный костюм, есть не очень, вот, но, в общем, есть костюмы, которые мне действительно понравились. И, в частности, очень круто, что здесь есть кампания за Акацки, как все они вступали, собственно, в Акацки. Вот эти костюмы их до черных плащей, было тоже прикольно на них посмотреть, тем более их сам Кишмота делал. Вот, и, конечно же, основное, что я хочу сказать, основное такое преимущество перед другими частями, это то, что разработчики конкретно, скажем так, изменили боевую систему. Теперь перед выбором персонажа, точнее, мы выбираем персонажа, и вот перед самим боем мы выбираем, скажем так, три конкретных пункта, то есть на что мы будем опираться. На суперудар, на рейч-мод или же на саппорта. Да, в принципе, что-то подобное было ранее, но здесь разработчики конкретно, скажем так, уже подошли к делу, и, допустим, если ты выбираешь рейч-мод, то ты не можешь делать суперудар, если ты выбираешь суперудар, то ты не можешь делать рейч-мод. Соответственно, выбираешь саппорта, ты не можешь делать рейч-мод, и там у тебя есть, скажем так, свой такой мини-суперударчик, запечатывающая техника. Сначала меня это жутко, не знаю, как-то сбесило, потому что, ну, по факту ты как бы не можешь насладиться персонажем, ты не можешь сделать за него суперудар, не можешь делать рейч-мод за него. Но потом, когда я вот играл, 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 я понял, что, в принципе, да, это оправданно, это даёт какую-то новую стратегию, и, в принципе, это что-то свежее. Вот. И, скорее, эта система мне понравилась. То есть, сначала, да, я как-то негативно к ней отнёсся, но потом я всё-таки, уже поиграв, я понял, да, что плюсы есть у этой системы, и сейчас, как бы, я всеми руками за эту систему. Вот. Надеюсь, что в следующей части разработчики уже нам ещё что-то новенькое, кардинальное тоже покажут. Ну, и отдельно стоит сказать о таких интересных мини-аниме-компаниях, там, ну, как, допустим, с Акацкой, как они все вступают, то есть у нас здесь есть аниме-вставки и есть бои параллельные. Мне кажется, что такая система, она очень оптимальна, потому что, во-первых, нам показывают что-то, что действительно нам интересно узнать, вот, плюс мы ещё и поиграть можем, смотреть хорошую анимешку с великолепной рисовкой анимации, то есть, ну, это действительно было приятно, и, в общем, разработчики всё очень круто сделали. Вот. Ну, а теперь, я думаю, уже стоит перейти к минусам. Минусов, на самом деле, да, много. Это печально. Просто такой неимоверно большой минус – это, скажем так, основная кампания. То есть здесь есть основная кампания, турнир «Ниндзя», где могут принимать участие там любые «Ниндзя», можно любого выбрать игрока из списка. Что здесь, собственно, почему я так её не люблю? Почему он мне так не понравился? Ну, потому что, во-первых, разработчики вообще ничего нового не придумали. Они взяли старую систему, которую они делали ещё на PlayStation 2, когда там ты просто как тупой бот бегаешь. И то, там эта система, она была гораздо умнее, чем здесь. Здесь ты просто бегаешь, вообще не можешь ничего делать. Выполняешь какие-то просто очень тупые миссии, которые выбешивают тебя. Я даже не смог проходить её. Я буквально там попроходил её чуть-чуть и просто понял, что, блин, чуваки, нет. Нет, извините. В общем, забил на неё, потому что это просто такая параша. Ну, по-другому я не могу сказать. Вы, конечно, можете написать своё мнение о этой кампании, но я просто не знаю, как без мата говорить о этой кампании и о том, что разработчики нам просто подсунули откровенный... Ну, вы поняли, в общем. Вот. И опять же, если наверняка у вас будет своё мнение по этой кампании, но вот у меня оно категорически отрицательное. Отдельно стоит выделить систему боя в турнире, когда четыре человека могут одновременно находиться на карте и, собственно, между собой дерутся. Опять же, да, тоже, эту систему... Была похожая система 2D-шная, которую тоже эти разработчики делали, если не ошибаюсь. Там для Jump разрабатывали игру. Причём она, ну, вплоть к игру, говорят, то же самое, только в 2D-системе было. Здесь её просто в 3D перевели. Вот. Опять же, ничего нового тоже я тут не увидел. Но сама система, она забавная. Она действительно забавная. Там можно поиграть прикольно с друзьями и так далее. Здесь ты в кампании просто играешь. Ну, неинтересно, вообще неинтересно. Вот. То есть, если бы они бы эту систему просто взяли и добавили как ещё один режим игры, где-то, может, там с друзьями поиграть, то было бы, в принципе, ну, окей, да, забавно. А так, эта система против тупых ботов, ну, это просто, не знаю, бесполезная фигня какая-то получается. Ну, и ещё один минус, который, в принципе, качует от одной игры к другой, это то, что есть персонажи, которых не лучше. То есть, допустим, тот же Гай Сенсей, который там использовал Нунчаки и куча всего другого. Здесь его, ну, просто, вот как он был в прошлой части, его не улучшили ничего. И это печально, потому что у него там можно было столько всего крутого, на самом деле, сделать. Вот. Ну, в принципе, так можно сказать про многих персонажей. И это, наверное, такой большой минус, который, как я уже и сказал, он из одной игры в другую переходит и так далее. То есть, всех персонажей разработчики, конечно, не успевают подтянуть, к сожалению. Но вот просто вот Гай Сенсей такой очень наглядный пример, потому что у него действительно много всего можно сделать. Это действительно такой ключевой персонаж в бою сейчас был, на войне. Также, допустим, есть, как обычно, много персонажей, которых разработчики могли сюда сделать и которых они, ну, просто, видимо, на них забили и уже вряд ли мы их увидим. Вот. То есть, вместо той же, не знаю, там, Мамы Наруто они могли сделать какого-то, ну, действительно серьезного персонажа, серьезного ниндзя. В принципе, я прибежался по всем уже плюсам, по всем минусам, так вкратце. Не хотел затягивать этот обзор. Я, на самом деле, каждый раз надеюсь, что разработчики вот в следующей части они, скажем так, что-то действительно кардинальное изменят. То есть, не просто там, не знаю, добавят там дополнительные пункты замены, если вы понимаете, о чем я, или там изменят какую-нибудь, там, не знаю, фишку, дюйца и так далее. А что-то действительно кардинальное, ну, например, там, карты будут не просто вот такие круглые карты, где нету никаких преград и так далее, а, допустим, там будет уже город 3D-шный, по которому можно будет прыгать, там, по стенам, по крышам, снизу, там, люди будут бегать, и вы, допустим, будете сражаться. То есть, вот я каждый раз на это надеюсь, и каждый раз разработчики меня обламывают. Потому что, по факту, вот это невооруженным глазом, вот эта вот часть пятая, там, от первой, она не особо отличается. То есть, как там они прыгали по одинаковым аренам, так же и тут они прыгают по одинаковым аренам, просто сама механика по чуть-чуть каждый раз улучшалась. Вот. То есть, я лишь надеюсь, что следующая игра уже все-таки выйдет на консоли нового поколения, и что там будет что-то прям невообразимо крутое. И самое главное, что новое и свежее. Обязательно снизу в комментариях пишите ваше мнение, пишите, в принципе, мнение о этой части и его, в принципе, вот в всех частях шторма, и что вы хотите увидеть, допустим, в следующей части. Вот. Ну, на этом обзор исчерпал себя, так что давайте пока, увидимся на следующей неделе. Это обзор на персонажа Данзо, собственно, на его мувлист, и в конце видео я скажу, почему же он, на мой взгляд, самый читерный персонаж. Ого! Ого!